и снова здравствуйте да сейчас продолжим тогда тему библии хорошо готов все евангелие от марка 14 26 написано и воспев пошли на гору елеонскую что-то известно о том о чем пел иисус христос и 12 апостолов ну конечно так это вы 2 берете счастье или тут подряд которые были мы шли вот это которая по по теме библии вы мне скинули файл номер два номер два вы меня не предупредили я не знал что туда зайдем сейчас я посмотрю просто там уже 7 сняли помните мы договорились 7 сняли и переходим на следующий 7 я я не знаю что есть это я просто не знал у меня я не посмотрел на это дело то ну хорошо сейчас 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 тогда заново за ничего я отвечаю тут это вопрос а такое то надо знать историю еврейского народа я с евреями разговариваю московский допустим синагогу зашли а что на пасту поете тогда как отцы наши пели а что они пели в салон 119 120 и до 133 вот это они воспевали ничего не придумываю не добавляя не добавляя не изменяя так понял тогда следующий вопрос да во второзаконе 21 глава с 10 по 14 стих вот зачитываю когда выйдешь на войну против врагов твоих и господь бог твой придаст их в руки твои и возьмешь их в плен и увидишь между пленными женщину красивую видом и полюбишь ее и захочешь взять ее к себе в жены то приведи ее в дом свой и пусть она острижет голову свою и от обрежет ногти свои и снимет себя пленческую одежду свою и живет в доме твоем оплакивает отца свой и матерь свою в продолжении месяца и после того ты можешь войти к ней и сделать с ее мужем и она будет твоей женою если же она после не понравится тебе то отпусти ее куда она захочет но не придавая ее за серебро не продавая за серебро и не обращая ее в рабство потому что ты смирил ее так вот вопрос зачем нужно стричь ногти и волосы на голове плане планянки и почему победитель отпускает его с позором два вопроса тут надо понимать по тем временам как это понимали сегодня и какого позора тут и нету отпускает ее с позором потому что ты была тебя выгнали тебя оставили ты не нужна никому вот это у других народов наоборот если она девственница то ты никому не нужна была до свадьбы тебя никто не познал ее наоборот упрекает этим но это порядок такой был гор жестокий век жестокие нравы а как поступает в чечне чеченцы с нашими а в афганской компании что там было пришли туда как захватчика как оккупанты спровоцировали целую реакцию вековой мести они не простят вот в афганистане были сегодня говорят столько там уже больше было 4700 убитых не считая до 70 тысяч раненых то есть примерно столько девушек у нас не выйдут замуж и пишут что в афганистане уничтожили наши свыше миллиона человек такая техника у тех кто ничего этого не было авиации за ул а там ну какие-то подобрались и убили зарезали какого-то все село смешают с грязью а кого там глина битная стоят и глина сейчас минутку ладно ну вот обрезание ногтей волос это для ощущения от прежней плотской нечистоты как обрезание мужчин крайней плоти люди еще это не чистота считается но она не по душе принявшим ее должен отпустить и живой но безвыкому это тоже не так мало по тем временам то учитывать это она получала свободу от гмырье где-то поет тогда был такой артист сильный голос такой по радио по заказу сентиментальных бабушек пели как стень каразин изнасиловал персиянскую княжну и топит ее в волге прими подарок от казака официальная песня официальный артист и сравните с этим законом который был а то спустя три с половиной тысячи лет христиане даже не приблизились к моисееву закону некоторые города даже имеет улицы названную часть разбойника насильника стенки разина и вот весь ответ мы другое здесь извлекли не только ногти а совесть обрезанная ничего этого не так мэрия этот ну заливается возьмите некрасова там ну там он идет продает где-то и она вышла к нему куда-то покупать торгуется с ней распрямись хорош высокая тайну свято сохрани какую она вышла за деревню впала в грех а теперь рожь потоптали поваляли и распрямись и свято тайну сохрани ну даже слышать еще даже не верится что это николай алексеевич некрасов мог так написать но однако это появится по сегодняшний день просто как моя коробушка стресс моя коробушка если ситис и парча вот так понятно в писании написано 1 коринфянам 12 глава с 8 по 10 стих одному дается одному дается духом слова мудрости другому слова знания тем же духом иному вера тем же духом иному дары исцеления тем же духом иному чудотворение новом пророчества иному различные развлечения духов иному разные языки иному истолкование языков так вот а что это за дар веры что дается не всем что вера нет что ли у всех что одному дается другому истолкование а 3 понятно что но дар веры то действительно так вот если веры не то а мне не дано было оказывается я спрашивал даже с сектантами когда там баптисты не знают оказывается вера бывает двух видов первое это та которая дается всем простящим ее в бога верующим в священном писании я веру и получи верующим сына божий иметь жизнь вечную этот дар дается всем кто желает но еще я чудо действий на вера могущее передвигать горы вот эта первая должна возрастать у каждого то 2 дается единица на миллионы первое дело вера то есть дело божие без нее никому не спастись и за нее будет награда по делам а вторая же даже самая маленькая передвигает горы но за это нет никакой награды но великая ответственность в ответ на суде божьем мы считаем римлян 1 17 в нем открывается правда божия от веры в веру как написано праведной верой жив будет и матфея 17 20 иисус же сказал им по неверию вашему ибо истинно говорю вам если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей так скажите горе сей передвинься перейдет и ничего не будет невозможного для вас у я на 6 29 иисус сказал им в ответ вот дело божие чтобы уверовали в того кого он спасал дело говорит надо еще вера была с делами а тут сама сама вера называется делом дело божье чтобы веру ли в того вообще удивительно один стих такой я на 6 29 у якобы написано 2 17 и 20 стих так и вера если не имеет дел мертва сама по себе но хочешь ли знать неосновательный человек что вера без дел мертва вот ответ когда нас тут интересует только одной духом дары исцеления понятно чудотворение а только что дух веры вот этот непонятно что это такое другому знание тем же духом а иному вера тем же духом вот тут и отдается теперь все понятно потому что в господь смотрит туда и вот и он за то он говорит так от нас проповедь зависит от это хорошо выразил феофан затворник это благодать бывает горит трех видов благодать призывающие благодать обращающие и благодать освещающие призывающие это вера без вера от слышания от слова божия мы даже идти и проповедовать даже раздавать евангелие это благодать первое я могу давать я могу говорить но дальше от меня ничего не зависит все остальное бог и тут я как-то участвовать а чтобы он обратился а ответное действие было вообще от меня не зависит вот это первые две части так скажем они особенно развит у протестантов баптистов призывающие они проповедуют постоянно слово божие вот этого состояния как у нас молитвенного это нет у них совсем но нет благодать освещающие нету не процента ни одного а почему нет законного и песка по то нет таинств а если этого нет и спасения нету тело и кровь не имеют а только воспоминания а господь гристия есть тело мое а у православных в полноте это есть а зато первого второго тоже нету это еще и он кажется шанхайский говорил там про это что протестантизм православие православия в протестантизме как они это дело рассматривали и вот здесь мы должны смотреть по слову божию так она и есть все тут больше ничего нельзя добавить священное писание нам все это разъяснила своими словами сказать даже нечего есть как правда хорошая статья это не статья кажется гора называется у николая семена еще лескова как нужно было там чудо сделать не знали один был он сам себе глаз выколол этот сапожник то и сказал горе гора двинулась и есть такое святого а тот сейчас я вам скажу кто он такой серпион ческа что-то такой нет нет серпионы как-то его еще на афонской горе вот его не на афонской горе и и к нему серпион как раз и или макарий александрийский пришел марк фращинский водка вспомнил марк афинский марк и но он услышал про него что он там есть такой один подвязается там такой любознательный был и пошел но чтобы не заблудиться он взял тыщинки там нарезала против и встыкал чтобы назад то хоть выйти как а когда проснулся лег спать то а тыщинки все собраны калкала вылежат и он тогда понял что сатана над ним насмеялся чтобы я на тыщинки не надеялся это пошел к нему и он пришел когда к нему а тот уже лет 70 там и ни одного человека не видал и одежды нет никакой на нем волосы вырос и он как зверь весь покрытый но давай с ним разговаривать и во время разговора и говорит так у вас еще теперь там гонения на веру нету нету говорит о сейчас такая свобода у нас храмы строят там золотые купола для москвы 200 храмов патриар заказал ну все такое он говорит и такая у вас вера там чтобы сказали горе двинься она пойдет он только сказал я гляжу за раздался грохот сзади смотрю гора поднимается и пошла вот так гора я не говорил идти я просто сказал из писания ягод упал марта и говорит его очень такой такой веры нет у нас а как же вы тогда веруете этот побеседовал и говорит надо рабыню маленько поддержать а рабыня это тело и он говорит брат давай подкрепимся он сказал брат и друга с неба вижу год рука опускается и два хлеба дала он поели он говорит поверь брат теперь братом ангела назвал а тут ему говорит вот 70 лет горит это первый раз двойная порция всегда была одна а как уешь это на него покушение было там имение было сестра вышла замуж это взять пришел и что-то на него покушение было все бросил и бежал и первое время говорит о чем питался он прах земной слезами смачивал до водой морской земля а эти демоны его тащили за ноги у него горит тело было ободрано до костей иногда говорят я даже не верю как это могло не заразиться ничего ну вот так описано его зовут гора фращевская марк фращевский или марк афинский ну вот так правильно вера жив будет какая вера если за такой веры господь дает человеку то награда ему ни за что я на том сгорит а ты проповедовал говорил и тут благодать действует призывающие и освещающие так а твое участие какое что с языком шевелил ну ладно а вторая обращающая вообще еще твое там на эту внутри человека ну конечно ты трудился но вот если человек от твоей проповеди обратиться а другой не обратиться за кого больше когда больше когда не обратиться никто как-то да так говорит часть награды ты получаешь на земле когда видишь как человек кается обращается и ты бога благодаришь и поэтому ты часть награды получил здесь остальное на небе получишь а я зато вот говорит да ладно мне награды не надо никакой только обратитесь и покайтесь вот как надо сказать это так ну пусть мне меньше награда на земле будет надо сеять всегда пожнешь что посеял тогда день жатва придет не замедлит пожнешь что посеял тогда мне в жизни бог дал счастье видеть кающихся людей приходящих богу и вот сейчас на этой неделе сколько человек даже пришло на неделе только и оказалось в америке слушают и здесь и новые люди пришли перед богом сразу заказали все книги наверное завтра придется отсылать вот господь вы конечно это радостно пришли люди но награда эту радость я получил бог это учитывает я получил на земле и и до апостол павел говорит в 1 калифорам 1231 ревнуйте о дарах больших и я покажу вам путь еще привык превосходнейший о каком пути сказал апостол павел сды но сейчас видите разбили на главы стихи это французский там библиотекарь показано какие годы это в предисловии к новому завету у меня все указано а тогда то это не было то сплощиком шло и она прям дальше начинает говорить в ветхе нового завета без разделения даже это никакого не было то кардинал хьюго а библиотекарь стефан вот как было первое на главы разбил кардинал католический хьюго а библиотекарь француз стефан я сразу спрошу почему не православные вот них вуйщич ездит без рук без ног то не православный вот покаялся один артист ссср вот понимаете это такой богачёв юрий не православный а он был никакой ему подошли какие-то братья-баптисты и он обратился покаялся у православных нет это кого смотрю и свет за этим стихом и вся тринадцатая глава говорит об этом превосходнейшем пути это называют ее глава любви нет ничего выше ее это путь превосходнейший жить по любви но любви сегодня батюшки любвисты все по-хорошему все что было как не огорчить человека да где ты видел не огорчить вот считаем иеремия там 16 5 господь не пощежу и не помилую я устал миловать устал миловать бог да бог же не устает применительно все устал приходят ничего не знают любой артист начинает кривляться и все верующий лишь бы икону повесил а он как курил как матерился как блудил так и остается таки но никакие для этого есть существует правила каноны епископ нон говорит приходящих от блудной жизни не скоро допускать до крещения не скоро вот так дальше есть каноны которые ограничивают своевольство такое святые говорят у меня есть материал такой отцы и дети он это избери такого себе наставника строже которого нет во всей вселенной даже суворов говорил тяжело в учении легко в бою а это и чтобы никак не нигде не тронули вот он чувства какие а то самое погибельное состояние людей сегодня когда приходили к крестить все к иону креститель он как их назвал он даже не разговаривал с ними поражение хинины змееныши кто внушил вам бежать от будущего гнева сотворите достойный плод покаяния он увидел это дело вот так а сегодня этого нету слово ваше будет приправлено солью на раны соль солью так и апостол павел прийти к вам говорит чем жезлом то есть как горшки переколочу приду люди боялись я всегда беру парфейня боровского к нему когда шел на исповедь князь кажется георгий он горит у меня это от страха ноги подгибались какая была исповедь можно было чего-то ожидать а сегодня стоят разговаривать мимо бежит о храм скорее заскочила рот разинула и потому люди больные умирают больны и умирают немало умирает я когда начинаю говорить ой ой вы все стращаете у нас он дед бабкой были верующие они всегда в карты играли в лото играли а у вас то нельзя другое нельзя дед курил до конца но и священника вызвал причастился но я еще могу на это сказать ты же знаешь где дед твой находится нет если праведник едва спасается то нечестивый грешник где явится слова вопроса стоит а ответа то нет где он явится где если он шел не тем путем а табакур наркоман это самоубийца 36 лет и нет вот так да ну вот вот даже женщина на вас выходила и вы с ней общались ей бог который описан ветхом завете показался другим вот в отличие от бога нового завета как будто это другой бог это ведь вкроется все в том что понятие о любви неправильного человека получается сейчас какой человек был и да потому что бог разговаривал как с ребенком это момент возрастания а люди ничего не понимают это люди вообще никакого отношения к христианству не имеют начинает бог он жестокий это язычники новоязычники он кровожадный он такой такой я грещу к этим грехам своим еще и слова добавил ты это скоро узнаешь у бога но никуда не уйдет но ничего не сокрыто ну как у бог заранее говорит такие-то народности всем народности иди поубей забери домой я тебя отдал но если я был не верующий я бы также рассуждал но я знаю что эти народы и жили себя и жили и поэтому бог сметает из лица земли если их не пощадил то как нас пощадит вот а что такое все таки любовь по библии как точно понять что вот я люблю бога или я люблю ближнего как это узнать люблю ли я его надо смотреть например божий вот я люблю бога проверяется как я люблю его западе господь это все любите меня соблюдите мои западе прямо дается любовь проявили в конце как бы воплощается через исполнение его заповедей и человек просто боится где бы заповедь не нарушить это любовь а другом разницы никакой нету хоть как тут это очень просто понять но как любовь божия к нам мы знаем первый мир по и погиб в воде погибли младенцы погибли звери погибли птицы а кто их потопил бог имя которому любовь да бог видел конечно видел как где младенцы захлебываются тонут все погибли на то божья любовь садом и гамора горели как по любви бог то он все время любовь хотя и написано мстит а на самом деле бог ничего не мстит мы даже говорить да бог мститель вот от мститель до такого-то колена там насколько любящий проклинающий там все все у бога высчитано где-то а как мы должны относиться любить бога и она исполняется так если любишь бога как можешь убить бога которого не видишь а ненавидишь брата которого видишь вот пример какой потому что в каждом ты должен увидеть образ божий если он там есть о том чтобы богохульника любить нигде нету написано в нас должны быть те же чувствования что во христе иисусе а мы знаем как бог поступает с ними да бог не смотрит какой то есть бог нет бог очень смотрит написано бог есть ревнитель до ревности любит дух живущий в нас люди которые совершенно ничего не понимают они пытаются богу навязать свои человеческие понятия нам труднее определиться самими собой не говоря о боге он дал мне наказ а как я его исполняю ты знал о том что с пустыми руками придешь остался верующий зарытый талант и ты будешь знал почему сидишь дома не благовествуешь ну я простой мирянин у меня таланта нету а какого таланта нету проповедовать для каждого как дышать у тебя талант есть дышать ну попробуй закрой там нос и рот еще получится так и здесь как говорит иеремия я усилился молчать но внутри меня в моих костях как бы огонь был разлитый люди погибают миллионами никому дела нету никакой любви то в этом нету а он батюшка такой хороший словом не скажет то он за это отвечать будет называет их любвисты всех люблю никого не осуждаю без пробела одним словом пишется то строгое будет взыскание за родителей которые не наказывали детей а он не слушает не слушается он зато надо было связывать его и избивать и изгонять три работы провести а тут ни одной нету до конца дожился пока не задушили у нас тут тоже одна внучка у бабки была но видимо знала пенсия привела парня которого ну хайдаков убил старуху там все забрали но нашли а что посеешь что и пожнешь почему нашу бабку никто не убивал она 90 с лишним лет и все за ухаживают за ней беседует с ней она молится о всех а другая она священник один говорит ко мне подошли молодые горит на исповедь и говорят батюшка благословите нас отравить бабушку не выздоравливать еще не понимает под себя ходит в комнате жить невозможно чтобы он благословил я говорит на руками развел только и я понимаю как им надоедать но если это верующий каково если верующий он принимает как от бога я же не знаю что со мной завтра будет сегодня у меня родственников полно друзей полно я задумываюсь об этом а если никого не будет где придется под каким кровом искать приюта дай бог говорит и дотянуть все это как должно быть но так а вот такой еще вопрос вот примеру человек сделал против меня зло какое-то имели я право могу ли я ходатайся перед богом чтобы он с него это не взыскивал ведь он против меня согрешил я же имею значит право вот это у бога такое просить чтобы вот за это что он против меня сделал ему бог ничего не не взыскивал с него ну да просить ты можешь а бог определит по-своему он просил господи говорит они не знают что худо творят и что они были помилов нет они все погибли все римляне пришли убили всех это речь идет о нас они о них то есть мы должны расположить сердце так если можно было бы но не по они бы покаялись но они не покаялись они увеличивали увеличили свое беззаконие так что тут играть не надо как правило вы на этом все спотыкаются а вот вы сказали а мне так тяжело было да какой же ты после этого только намек далее о нем и он начинает богохульствовать прямо хулит какой же ты верующий то ничего там нету отвергнись себя возьми кресло и за мной отверглись растопчи свое я спросили такой был и на кажется захария что такое себя эту шапку то бросил под ноги давай топтаться вот так растопчи свое я и ты выполнил заповедь все а вот сказано что если брат согрешит против тебя прости ему и покаяться прости ему 7 раз согрешит 7 раз прости ему а что получается если он тебя не просит прощения то и не прощать что для обижаться на него это я вот это понять не могу другое дело что просит так чтобы не имели ничего а если он не нуждается я как к нему пойду я тебя прощаю но можешь сказать так но тут именно тот момент когда это сказать самое такое легкое состояние он приходит и просит а мы должны помнить уже на вторую ступень перейти когда и не просит мы даже молиться до того который на нас ракету запустит через океан прости ему господи если можно вот так ну то есть все равно это это речь не об обиде а это правда когда тебя просят ты должен это простить в любом случае так и ну прежде о том что надо обиду держать а если не прожишь а то бывает и просит и не прощаю я пока не умру никому не прощу я у меня встречались такие люди если что-то будет где-то я узнаю я тебя на том свете найду но это уже прям готовы из христианства выпасть полностью они ничего не прощают и ты заболеют у них с рыбы здоровье рак там что-то такое потому что в этом напряге они не могут жить у него неправильно кровь кровь течет неправильно мышцы работают у него все неверное а когда ты ничего не имеешь ты свободен у тебя радостное радость твоя продляет тебе жизнь это уже доказано медиками когда ничего не имеешь у тебя враги есть это враги которые считаются врагами а для меня их нету я их молюсь каждый день чтобы их безумие бог не помянул на суде божием все во второй коринфянам двенадцати семь вот как истолковать этот стих и чтобы я не превозносился чрезвычайности откровений дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня чтобы я не превозносился апостол павел говорит что это за жало вплоть как толкуется это я всегда сравнивать как я была у стектантов там это встречался с ними хотя им и стектантом не было ни одной минуты он сам изучает библию они цена отвечают павел был был болен глазами он ослеп когда шел в дамаск и говорит пишет галатам вы настолько были расположены ко мне готовы были очень так вот он прямо считает деяния 22 6 13 когда приближался в пути приближался к дамаску был пути и около полудня вдруг осеял меня великий свет с неба я упал на землю услышал голос говоривший мне савл савл что ты гонишь меня я отвечал кто ты господи он сказал мне я иисус назарей которого ты гонишь бывший же со мной свет видели и пришли в страх но голоса говорившего мне не слыхали тогда я сказал господи что мне делать господь же сказал мне встань иди в дамаск и там тебе сказано будет все что назначено тебе делать а как я от славы света того лишился зрения не от света от славы света то есть он то непосредственно слышал голос божий то бывшие со мной за руку привели меня в дамаск никто она не муж благочестивый по закону одобряемый всеми иудеями живущими в дамаске пришел ко мне и подойдя сказал мне брат савл прозри я в тотчас увидел его и в галатам написано 4 15 как вы были блаженны свидетельствую о вас что вы если бы возможно было вы исторгли бы отчество и отдали мне тут когда в баптисты так толкует очень похоже а я за того с ангелом сатаны называет всех гонителей которые удручали проповедника мешали сопротивлялись настраивали против него людей гонители для павла были как заноза как жало вплоть и они преследовали его повсюду сектантское толкование показано выше само по себе не несет ничего отрицательного там могло быть так что апостол павел дальнейшем мог быть болен глазами но и он затоуз говорит как мог быть болен тот глазами щепа и сани исцеляли других как бы его собственная болезнь потерпела это поясание это всегда носимой на нем тоже важно стихтанское толкование не отвечает на важный вопрос о том как в немощи при болезни глаз могла появляться благодать божия сила его по второму же толкованию все становится на свое место когда апостол павла и силу заключили в темницу благодаря гонителям жало вплоть то его немощь простиралась до того что он не мог двинуть даже ногой закованный в колоду и любой кто в это время мог видеть его сказал бы что гонители сильнее его самым немощен помощи ниоткуда нет что он и не выйдет никогда из тюрьмы и никто его не освободит и вот в этой самой немощи в бессилии закованной и не просто в тюрьме во внутренней ну по нашему сказать шизо штрафной изолятор среди уголовных элементов как бы один из них и вдруг в нем проявляется сила божия землетрясение качается темница ослабели узы наступил час смерти начальника тюрьмы полная свобода вставай иди на все четыре стороны но это еще не все когда павел казался смятым раздавленным воплощение немощи и бессилия именно в это время как при трехстах войнах гедеона малый остаток проявляется величие благодати божией сердце начальника темны темниц это распахивается шире темничных ворот и грозный страж лежит у ног своего повелителя узника как имеющего власть миловать и спасать и он уже прошли что делать принять к святое крещение принести покаяние стать членом святой христовой церкви тут все стало на место при том толкование непонятно как бы это служило к слабе божией что ослеп глазами а тут понятно как все да точно в книге второе парали помин он 913 написано весу в золоте который приходил и к соломону в один год было 666 талантов золота и вот многие люди не знают что такое талант и что такой сики ну это тоже знать то не можем даже простой я спрошу а что такое рубль рубль это в разное время разная стоимость ему раньше кирпич хлеба стоило 16 копеек а если еще раньше взять ну там вообще на одну копейку можно было на есть если вот но мы можем посмотреть талант а то он вам евангелие от матфея 2528 это 60 мин талант обозначение не монета веса металла обычно около 26 килограмм это примерно тысячу американских долларов 50-м году известна греческая мера таланта даже 44 килограмма мина или фунт евангелие от луки 19 13 это равна 1 60 части таланта серебряная монета 100 драхм равняется около 16 с половиной американских долларов драхмали динари лука 15 8 матфея 18 28 это 1 сотая мины то есть 16 с половиной центов по нашему копеек где драхмали статир матфея 17 24 это две драхмы ди 2 обл или лот или сикль это одно и то же название исход 30 13 1 6 драхма или это равняется 20 герам около 2 и 75 сотых цента вообще гера исход 30 13 1 двадцатая сикли около 0,1 цента копейка попала еще на 10 частей рубиться вот но тут еще есть монеты медная у них ассари матфея 10 29 это 4 кадранта около 1 цента кадрант матфея 5 26 это 2 саре это 2 лепты и около 1 4 цента лепта эту марка 12 42 это около 1 8 цента но есть еще мера у них жидкости хомер или кор от одной тоже у них языки 45 11 отравняется 10 батом около 200 литров хомер бат или ефа 3 сар 7 26 это одна десятая хомера 60 гин и 20 литров гин исход 29 40 1 6 бата 12 логом равняется около 3,3 литра лог левитом 14 10 1 12 гин и около 0,28 литра ну и мера сыпучих тел веса хомер оси 32 это иначе сказать кор второе паралипоминона 210 языки 45 14 10 бат около 180 килограмм бат или ефа языки 45 11 1 10 хомера 18 кап около 18 килограмм ну пудовая гиря считай бат кап 4 цар 6 25 1 18 ефы или бата около одного килограмма меры длины локоть матфея 6 27 это 6 ладони около 48 сантиметров локоть ну почти полметра ладонь исход 25 25 1 6 локти это 4 перста около 8 сантиметров перст и ремень 52 21 1 4 ладони около двух сантиметров ширина пальца стадия лука 24 13 около 180 метров расстояние субботнего пути деяние 112 около одного километра больше ходить было нельзя надо было где-то снимать квартиру но разделение дня и ночи еще есть в древности как день так и ночь делили на три части но во время иисуса христа уже было принято подразделение на четыре части ли стражи ночные стражи это 1 6 до 9 вечера и так далее до 6 утра еврейский календарь какой надо знать первый месяц а вив или nissan зеленой колосье апрель 30 дней исход 12 2 нееме 2 1 зив цветение 29 дней третий осад 6 1 3 сиван 30 дней испирь 89 фаммус 29 дней в месяце захария 8 19 а в 30 дней 1 1 1 езре 7 9 елул 29 дней нееме 6 15 тишри или афаним 30 дней в месяце 3 сарс 8 2 2 параллельпином 5 3 булл или мархешван дождь 29 дней 3 сарс 6 28 кислев 30 дней нееме 1 1 10 тибев 29 дней испирь 2 16 11 месяц адар 29 дней испирь 3 7 9 27 и шиват 12 30 дней виадар виадар есть ставной это в последние части марта и начале апреля потому что у них через сколько там лет набиралось целый месяц вот такой маленький вопрос ну все на этом все меры я выписал где-то сейчас не помню где и кто будет слушать можно найти записать себе и примерно уже будешь знать вот хорошо если будете вот это письменное выставлять рядом это очень хорошо я так и делать буду до всегда выставляйте все 2 петра 2 11 тогда как и ангелы превосходя их крепостью силы не произносят на них пред господом у коридного суда как понимать это место писания и почему ангелы не произносят суда до сила и крепостью понятно что они сильнее один ангел и сто восемьдесят тысяч в одну ночь погубил такое дело то на ответ какой можно дать почитать и якова 4 12 и святой библии а един законодатель и судья могуще спасти и погубить а ты кто который судишь другого то есть зачем рассудишь то он один законодатель он дал закон и его закон нарушается не твой а князь мира сего дьявол он беспокаянный я на 16 11 а суде же что князь мира сего осужден и ангелы не вмешивается не пытается предвосхитить и взять на себя функции которые свойственны только богу откровение 20 глава 11 стих и увидела великий белый престол и сидящего на нем от лица которого бежала небо и земля и не нашлось и место я отвечаю что канонизация это тоже предвременный суд попытка определить кому быть на правой стороне это также греховно как попытка судить кого-либо и поставить на левую сторону под она пьему это равнозначно а почему а есть такой стих 1 коринфянам 4 глава 5 стих не судите никак прежде времени доколе не принят господь и не осветит сокрытое во мраке и тогда каждому будет похвала от бога очень даже просто скрытое во мраке почитаю где-то там у поисия есть он в город какой-то заходит а там в траурные флаги музыка печальная все кинотеатры закрыты а что умер праведник такой праведник в столетии один раз рождается он решил посмотреть подошел когда туда и видит как стоит дьявол и у него в руках трезубец и и он бьет его в грудь и душу из него вытаскивает то есть сделал для своей славы там еще что-то подарки брал тому проще такое вот это очень опасное дело почему молитвы составляется боже будь милостив ко мне грешному создавший меня господь помилуй меня бесчисла я согрешил господи будь милостив ко мне грешному поэтому молитва считается когда на коленях стоит прости мне грехи которые сотворил в ведении неведении в уме и в помышлении в одни и в ночи и во всей жизни моей прости и благослови вот такой ответ что один законодатель и судья и нам не надо туда вмешиваться а церкви никак не мы там слава крошенников там еще где-то матрона и вот назначают и католики своих канонизирует и канонизирует тех которые рубили христиан православных которые гнали которые убивали их они их канонизируют вот начинает говорить а почему вы отрицательно относитесь ну и называют там человека такого александр невский например александр невский а за что его славить он всю жизнь воевал и акафисты все они неправильные от юности возлюбил еси а что он возлюбил еси он возлюбил кататься на коне махать мечом любил родину и так дальше но не правду говорят а как я могу с этим согласиться вот начинает праздновать тебя как звать владимир а бывает и отец владимир владимир владимирович ну то есть кругозор то какой а владимир то язычник у соломона было три стажон 700 наложниц и того тысяча у этого было две тысячи соломонов два раза превзошел мы его знаем такое главное питье радость питье дока потом он и пил а потом он уже не владимир был вот владимир владимир был до купели к в купель вышел из купели выходит его уже священник называет по имени василий откуда вы взяли владимиров то все владимир его во всей стране его все тысячелетие это все безбожники в честь безбожника названы у него паспорт был как дак вы еще по паспорту называть он василий и вот глеб и борис бориса и глеба дак это языческие имена он им дал когда не верующий был а когда они приняли крещение их назвали роман и давид глеба все глеба до одного и все борисы они названы честь языческих прессон вот так ну а как так как кого-то но это же открыто вообще известно всем ну почему так ну хорошо князь владимир он крестился крестился но его василием назвали василий и вот интересно решили поставить памятник шукшину василию а василий это и владимир понятно и тогда храм строить во имя владимира там еще как-то а он василий ну тут такое тут в рубцовке в зоне храм во имя виктора его такой редкий святой до биография такая маленькая а почему дако начальник зоны влад виктор начальник зоны ну конечно не в честь начальника названа честь виктора ну тешит свое самолюбие или еще вот все вот такой стих тоже непонятный римлянам 10 глава 10 6 и 7 стихи апостол павел говорит а праведность от веры так говорит не говори сердце твоем кто взойдет на небо то есть христа свести или кто сойдет в бездну то есть христа из мертвых возвести вот что означает свести и возвести поясните пожалуйста свести это означает с горы спуститься свести сводить это помочь а возвести это поднять возвести на престол а свести с престола это значит решите этого и говорит на небо никто не ходил и не просил он сам сошел своей силой воплотился девы марии и возвести его никто не возносил он стал возноситься силой своей на небо больше ничего тут нету так маленький вопрос а почему написано вот мы считаем первое послание и она 4 глава 9 10 стихи любовь божия к нам открылась в том что бог послал в мир единородного сына своего чтобы мы получили жизнь через него в том любовь что не мы возлюбили бога но он возлюбил нас и послал сына своего в милостивление за грехи наши говорят это юридическое право это только католики так понимают почти причем тут католики так написано в милостивление за грехи наши люди никак не могут понять это такой сложный вопрос я когда говорю они никак но я буду просить аллах простите вру не имеет права прощать у него нет на свойства этого нету бога чтобы грех был прощен я просто упрощаюсь скажите вы верите что адам и ева были в раю ну да а почему они оттуда они были бессмертные ну да дерево жизни добра и заправь дерево жизни было правильно а за что они умерли за то что вкусили плотно яблоко говоря да какое яблоко ну допустим даже яблоко или груша там ну что это какой грех даже я сад развожу и ребятишки забрались ко мне там но я захватил 1 ну что там но я ему еще с собой наложил за пазуху кармана натолкал яблоко только ты не ломай еще не приходи но у бога другая шкала умерла уже за это согрешение больше ста миллиардов людей миллиардов 2 мировая волна обошлась война обошлась 55 миллионов только а там миллиардов и за какой плод сорвали все сделать смерти птицы звери пресмыкающиеся микробы молекулы все смертное поэтому и жертва христа превозносит все предусходит все это не просто так ну вот так считаем дальше римлян 83 как закон ослабленный плотью был бессилен то бог послал сына своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти так любовь божия свела единородного сына божия на землю свела бездна называется и земля и преисподняя так как христос есть победитель смерти и ада он своей силой разрушил врата ада и вышел из темницы и вознесся на небеса об этом мы считаем откровение 118 и живы и был мертв и все жив во веки веков аминь и имею ключи ада и смерти и псалом 106 16 ибо он сокрушил врата медная и верея железная сломил где в аду 1 и она 3 8 кто делает грех тот от дьявола потому что сначала дьявол согрешил для сего то явился сын божий чтобы разрушить дела дьявола иуда 16 и ангелов не сохранивших своего достоинства но оставивших свое жилище соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня то есть ему покорно все заключил в преисподнюю ну и дальше всего тут как описано тут вопрос не такой сложный здесь но надо знать что я говорю бог никому никогда ничего не прощал и не может простить за так как так да боже прощает я говорю не прощает а ты прощай докажи что прощает ну докажи кому он простил и кто вошел в небо без его жертвы без крови разбойник первый первый за всю историю человечества а почему у бога нет этого свойства он бог справедлив и справедливость заключается в том что водами все умирают римном 6 23 водами все умирают иначе дети ваши были бы нечисты во грехах я беззаконие зачатого грехах родился его 14 4 говорит кто родится чистым от нечистого ни один чего непонятно то это божий закон так а бог еще не всемогущий понятие человеческом да а в божественном нет как так он всемогущий но не может отречься от самого себя сказал и чтобы не выполнить такого не может быть бог не может солгать не может у него свойства такого нет и ангелам это не дано и ангелы не могут это сделать вот теперь мы даже и растудить что это означает означает тоже о чем впереди сказал это любовь божия никого за ними посылали он возлюбил нас когда мы были еще грешниками вот как все на этом что еще последний вопрос по поводу десятины разъяснить многие моменты потому что людям непонятно с чего дистину это можно платить что надо платить чего не надо вот десятина с детского пособия усматривается ли нет там написано с прибытков твоих какие прибытки то есть ребенка нет никаких прибытков нет взрослые уже ездят а за то что учатся даже стипендию платят он может давать хотя стипендия туда и сюда у нас когда были мы говорим ваше дело ты можешь платить но у тебя не будет хватает сегодня дал батюшки ну допустим сколько у тебя там ну сотню из тысячи сотню и сразу сказать мне не хватает на еды и тебе за эту сотню батюшка 2000 даст ты должен это движение сделать бог и без нас знает чтобы в хлебе нуждаемся но мы каждый просим хлеб наш насущий дай нам день на сей день а зачем чтобы мы ели с благодарностью он не наш земля не наша воздух не наш солнце не наш все не наше и вода не наше и поэтому бог развивает чувства такие благодарности я заработал 9 тысяч а господь положил 10 чтобы одну тысячу которую он приложил она нам не принадлежала мы отдали ему учат как маленьких ребятишек до кона я был мне дали ну дали тебе этого не она не твоя бог говорит вы обкрадываете меня почему если вы не отдаете то вы жадничаете а то обкрадываете не обкрадывать бога она не сапир не обкрадывали бога я они обманывали а то обкрадываете то есть воруете я вам дал донести вы и себе присвоили вот это как не понять то ну а то ветхом завете позвольте относительно ветхого и нового завета ничего не говорится что землю я сотворил руки-ноги сам сделал дочь дал сам бог участник в том что ты заработал выросли арбузы ли там пшеница ну хоть какую-то часть бог занимает в этом или нет земля божья воздух божий гроз дождь все его его почему что ему не прими меня в соучастники то господь говорит я тебе девять частей отдаю одну мне отдай мою а я не отдам я сворую тут толковать нечего это люди святотаться они просто воруют а воруют святое божье вы меня обкрадывайте все вы весь народ детского пособия застройки был порядок такой везде соблюдалась во взимотношениях должен быть статус человека определенно это как бы в мире называть табель о рангах вот эта десятина это божественное установление левитам 27 30 32 и всякая десятина на земле из семян земли из плодов дерева дерево принадлежит господу это святыня господня если же только захочет выкупить десятую десятину свою то пусть приложит к цене и и пятую долю и всякую десятину из крупного и мелкого скота из всего что проходит под жезлом 10 должно посвятить господу то есть вот так протянаю палку и скотину гонят и какая пойдет подойдет 10 ему уже не принадлежит должен отдать числа 18 21 24 26 28 а сынам левия вот удел вот я отдал в удел десятую десятину из всего что у израиля за службу их за то что они отправляют службы скине и собрания так как десятину сынов израилю которые они приносят возношение господу я даю левитом в удел потому и сказал ей между сынами израилем и они не получат у дело то есть все будут пахать землю а вам распахивать души людей когда вошел израиль страну разделили на 11 частей а по 12 колен левийную колену бог не дал не дал земли объявили видом и скажи им когда вы будете так когда вы будете что возносить вы делал возносите из нее возношение господу будете брать от сынов израиля десятину который отдал вам от них в удел то возносите из нее возношение господа десятину из десятины так и вы будете возносить возношение господа из всех десятин ваших которые будете брать от сынов израилевых и будете давать из них возношение господу господня аарону священнику десятина изначально нам не принадлежит образно сказать так бог является участником всех дел наших добрых всего и дал все дыхание жизнь ну поэтому несчастья все от него и мы к нему но бог просит требует учиться делиться с ним это действительно изначально к нам не принадлежит уже и мотивам храм на содержание священства я не пойму никак что не ясно заработков твоих не с детских ребенок не может зарабатывать и это его молодчишка пенсия твой это твой заработок который ты вложил пенсионный фонд все непременно давать десятину со стипендии не платится с больничного платить а вот смотрите еще такой вот я человеку про дистину рассказал он на работе у себя до показал вам по библии все и он тоже хочет платить ну вот он рассказывает вот он мне вопрос такой задал как поступать он таксист у него машина кредит то есть он каждый день каждый день две с половиной тысячи отдает за эту машину то есть там банку например надо две с половиной тысячи в день то есть плюс эти две с половиной тысячи он на ней зарабатывает на этой машине и надо еще за получается за бензин за топливо платить и вот остается его личный там доход очень маленький в итоге он допустим в день зарабатывает около там ну допустим три с половиной тысячи две с половиной тысячи отдает на на кредит и у него там маленькая сумма остается только вот наличные расходы с чего десятину ему платить заработка то что вот это сверх вот этого остается да нет что у него было вначале что заработал там написано с прибытков твоих а прибыток то у него полный если только он там когда-то эти деньги к оплатил или как тогда дело другое а если не как прибытка а так он будет всю жизнь платить ему 10 на вообще никакой не будет он долги долг берет но если бы он в долг не взял а работал в это время это такие же деньги зарабатывал платил бы за это платил но как же он заработал а тут получается как он взял в кредит а кредита заработка идет приходится платить у него совсем мало остается я вот не знаю как это уже там шофер ну и абсолютно противник что идут в кабалу должник делается рабом взаимодавца написано в библии и вот берут по 12 больше процентов ипотеку и вот уже заплатил он три дома купил бы 3 он платит уже много лет и все платит и платит ну ты раб того кто тебе дал делается рабом взаимодавца вот по милости божией я не был должен в жизни ни одного дня ни одного рубля а у меня денег нету нету я бегу на вокзал кому-то что-то помочь поднять где-то уголь разгружать с вагона дрова пилить там снег скинуть печь сделать но в долг я не пойду а если ничего нету хватая какую инструмент я бегу ловлю рыбу рыбу чтобы как-то на поддержать себя никогда и нигде никому но только в итоге ему получается вот сколько он в день зарабатывает с этого же в 10 но на то но на топливо то наверное это не входит счет поскольку это же с этого заработка идет с топлива то есть это он вкладывает получается в топлива чтобы заработать но это соплем я тут и не знаю как разобраться надо смотреть вкладывать так ему за топливо что он ездит как раз и оплачивать за то что они то что в гараже стоит ну вот это же получается он вкладывает чтобы заработать то есть это в топлива это вложение идет вот сколько вложения видимо надо высчитать что за них не платить которое вложение делает чистый заработок чистый заработок должен какой у него есть чистый там вообще нету можно сказать все в кредит уходит я не знаю больше я по-другому не могу никак ответить как написано потому что смотрите тут почему сложность сама машина является вложением уже это она вложит то есть ему получается то на чем он зарабатывает то есть он в нее и вкладывает и вот в этом вся сложность разобраться то есть это как бы нет ему не не идет ему в доход вообще он просто это на этом ездит как вот это идет ему в доход он машину эту оправдывает и купит ее и когда кончится срок она ему досталась как это не идет вона оплачивать то что отдал кому-то он как раз каждый день получает доход не считая чтобы чистый доход был высчитать горючее только и все горючее пусть высчитает за которой горючее с этого не платится потому что вкладывать а остальное чистый доход у него идет он утром вышел тысячу вложил в горючее пять тысяч получил в день у него остается чистого прибыли 4 тысячи четырех он должен 400 рублей отдать тут легко считать а вот эти деньги машина раз взята в кредит там значит процент больше он за него платит чем она реально есть стоит ли высчитывать этот процент понимаешь нет это его не касая это и не касается он должен платить за 1 заработок он дольше будет работать за нее и дольше будет выкладывать и десятинадцать у него сойдет никаких процентов кому он должен не надо сколько он приобретает в день все понятно все от процента может быть 50 процентов еще теперь он знал куда лес все понял спасибо да именно да хватит заработок что выросло у него скотина морковка у нас все это приносили батюшки он никогда ничего не брал мы идем дети набрали малину мы сразу батюшки да он не берет но у нас благословит за это и дети приучается батюшка на там смородина малина он посмотрит там но возьмет бывает иногда горсточку дети хорошие ну с богом у него свои там и малинник и сады и матушка агроном он не нуждается в этом благодарю до христос так мы еще не закончили этот вопрос я несколько не целиком не ответил по 10 а давайте продолжаем тут написано когда мы считаем второзаконие 14 223 отделять десятину от всего произведения семян твоих которая приходит с поля твоего каждого года которая ты чистом виде и ешь пред господом богом твоим на том месте который берет он чтобы пребывать имени его там приноси десятину хлеба твоего вина твоего или твоего и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего дабы ты научился бояться господа бога твоего в осенние а вот допустим так а у него пас кто-то и он прибыль то получил какую но из этого он с пастухами делился повара которые работали вот это с этого он уже никак он отдавал они приобретал чистая прибыль сколько он отдавал рабочим это не облагается налогом он отдал и все на этом а чего отдавать так это облагать а вот теперь кто из них получил от него с этого не должны платить десятину они заработали они он а у него что чисто осталось он продает баранов там еще разная чистая прибыль покупает по одной цене а продает по другой а вот между ними рации дебет кредит и вот сегодня я хочу спросить а какое право у священников сегодняшних скрывать это повеление бога живого и где нет десятины там торговля свирепствует там ничего кроме торговли нет это комок и священникам это выгодно они этого даже не понимают разве понимают да ничего не могут сделать вот адвентисты могут свидетели его могут евреи могут а почему потому что везде есть членство а здесь православной церкви проходной двор потому и не знает никого стоим до десятину никто чужой платить не будет торговать на очередь я тебе божьи деньги а ты мне прости боженька это так понятно наши торгашеской это сути 2 параллель племеном 31 5 пишет когда обнародано было это повеление тогда нанесли сыны израилю множество начатков хлеба вина и масла и меду и всяких принады произведений полевых и десятины всего нанесли множество 2 параллель племеном 31 6 12 израильтяне и иудеи живущие по городам иудейским также представили десятины из крупного и мелкого скота и с пожертвований посвященный господу богу и наложили груды груды кучи кучи и перенесли туда приношение десятины и пожертвования а это отдельно пожертвования со всей точностью кто-то обещал и нееме 3 13 глава 5 12 стих отделал для него большую комнату в которой прежде клали хлебное приношение ладно сосуды десятины хлеба вина и масло положенное законом для левитов певцов и привратников и приношение для священников и все иудеи стали приносить десятины хлеба вина и масло в кладовые только не надо надеяться как тот фарисей что оплатил десятину с мелочевки то а ближнего в упор не видел бог через десятину ищет нас а не нашего а иначе можно и здесь погореть давать 10 каждую неделю по две десяти на толку то вот мы считаем у амоса 4 4 идите и грешите и умножайте преступления приносите жертвы ваши каждое утро десятины ваши хотя через каждые три дня пусть никто из слушателей не посчитает слишком пространным такой ответ казалось бы простой вопрос-то был дело в том что православные люди не только не приучены искать ответа у бога в его вечном неизменном слове во святой библии но и противится принимать истину поносит держащих в руках этот источник благодати говоря мы православные не баптисты чтобы с библии носить все всюду для меня важно не то чтобы вы слушали что говорит кто-то из уважаемых вами простых смертных людей а важно только то что говорит сам бог к нашим сердцам через свое неизменное вечное слово вот мнение вседержителя десятине грозное и страшное малахи 3 8 10 можно ли человеку обкрадывать бога вопрос а вы обкрадывайте меня скажете чем обкрадываем и тебя десяти на и приношениями проклятием вы прокляты потому что вы весь народ обкрадываете меня принесите десятины в дом хранилище чтобы в доме моем было пища и хотя в этом испытайте меня говорит господь самов не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих говорит господь самов и блаженными называть будут вас все народы потому что вы будете землей вожделенную говорит господь самов дерзости передо мной слова ваши говорит господь вы скажете что мы говорим против тебя а вы говорите тщет на служение богу и что пользуешься мы соблюдали постановление его и ходили в печальной одежде перед лицом господа самов и ныне мы считаем надменных счастливыми лучше устраивает себя делающий беззакония и хотя искушают бога но остаются целы но боящиеся бога говорят друг другу внимает господь и слышит это и перед лицом его пишется памятная книга боящихся господа и чтущих имя его и они будут моими говорит господь самов собственностью моею в тот день который я соделаю и буду миловать их как милует человек сына своего служащего ему и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым между служащим богу и неслужащим ему здесь христос говорит о десятине как о том нужно что не нужно оставлять ее а нужно исполнять и матфея 23 23 горе вам книжника и парисей лицемеры что десятину даете смята они сайтмина и оставили важнейшее в законе суд милость и веру сие надлежало делать и того не оставлять не так что я внутренне буду а внешне не надо нет того не оставлять десятину платя десятину со всех своих прибытков мы возвеличиваем досточтимость нашего священства его причастность самому богу евреям 7 2 4 8 которому десятину отделил авраам от всего во первых по знаменованию имени царь правды а потом и царь салима то есть сармира видите как велик тот которому и авраам патриарх дал десятину из лучших добыч своих получающие священство и сынов левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа то есть со своих братьев хотя и сии произошли от чресла авраамов но сей не происходящее от рода их получил десятину от авраама и благословил имевшего обетование и здесь десятины берут человеке смертные а там имеющие себе свидетельство что он живет через священников мы возвращаем самому богу его долю ревностные сыны божьи оплатили по три десятины священству строго обязательно вторая на храм на свечи на даримую литературу и третье на нуждающийся последние две ты можешь давать точно десятую часть или больше или меньше кто щедро сеет щедро пожнет считаем тавит 167 и 514 я же один часто ходил в иерусалим на праздники как предписано всему израилю установлением вечным с начатками десятинами произведений земли и начатками шерсти овец и отдавал это священником сына маароновым для жертвенника десятину всех произведений давал сынам левийным служащим в иерусалиме другую десятину продавал и каждый год ходила и сдерживал ее в иерусалиме тогда тавит сказал ему брат иди благополучно и не гневайся на меня за то что я спросила о колени и роде твоем ты доводишься братом не исчезного и доброго рода я знала на нее и анафана сыновей семей великого мы вместе ходили в иерусалим на поклонение с первородными и десятинами земных произведений ибо не увлекались заблуждением братьев наши ты брат от хорошего корня и поэтому кто платит десятину это хороший корень вот все на этом все благодарю полный ответ благодарю что зашел для меня это отдых слава богу иисусу христу больше не придешь все но если хотите могу пять часов еще у вас уже девять будет вот тогда да нет уже поздно я на работу пойду все благодарю так запишите на какой странице да да конечно сделайте большой разрыв и на чем закончили красным светом выделяйте да все на этом так еще вопрос тему в библии мы по с бесами мы пока закрыли 77 роликов у нас есть начали начало тема библии быть вот я вопрос такой по выставлению роликов я же один ролик по бесам вам уже дал может следующий ролик по библии и вот так по очереди будем нет или все вначале по бесам все выставим какие есть потом зайдите чтобы вас нормально было то можете еще вернуться туда по первому номеру без и я там сколько надо доберу и все мы же по 7 лучше там просто много же везде много ну ладно смотрите одну одну и ту же тему просто постоянно туда выставлять тоже смысла нет я и говорю тогда как сделали так и идите ставки по всем роликов ну ладно все хорошо у нас хорошо получится вот страница 17 с богом все с богом